Соревнования в Одинцово собрали под крышей волейбольного центра в общей сложности около полутора тысяч спортсменов из 30 регионов страны. При этом значимый общероссийский турнир по фестилевому карате проводился сразу в трех дисциплинах. Ограниченный контакт, полный контакт и полный контакт в средствах защиты. Московская область традиционно принимает всероссийский турнир. Он обычно проходит в феврале, посвящен он 23 февраля, День защитника Отечества. Восьмой открытый кубок федерации комбат самообороны также представлял большой интерес для самых сильных бойцов. Участие в соревнованиях – отличный шанс заявить о себе и получить возможность продолжать бойцовскую карьеру уже на профессиональном уровне. Победители сегодняшних соревнований Кубка Федерации получат не только кубки и медали, но и денежные возграждения. А далее они могут быть включены уже в бойцовскую лигу и получать приглашение на профессиональные поединки. Федерация комбат самообороны России возникла не так давно и сразу стала отличной площадкой для встречи бойцов разных стилей. Новые правила, разработанные в нашей стране, сегодня все шире распространяются по всему миру. Мы объединяем там несколько видов, то есть борьба, бокс, каратэ, тайский бокс и так далее. То есть ребята, которые занимаются, например, долго боксом, а кровь кипит, желание как бы есть испробовать себя со всех сторон, и они пытаются как-то себя реализовать. Вот этой площадки не было, мы ее создали. То есть он и побороться может, и побоксироваться может, и ногами поработать, и руками поработать и так далее. Сегодня комбат самообороны культивируется уже в 114 странах. На чемпионатах мира по этому миксу наши спортсмены традиционно берут до 70% наград. Неудивительно, ведь в России 54 региональных отделения объединяют более 50 тысяч бойцов. По словам организаторов, в следующем году они также постараются провести февральские соревнования у нас. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.